80 лет прошло со дня издания приказа о начале строительства железной дороги Астрахань-Кизляр, которая имела важнейшее стратегическое значение для нашей страны. Дорогу строили около 20 тысяч человек из Калмыцкой АССР. Накануне в поселке Артизиан состоялось открытие монумента строителям Дороги Победы. В торжественном мероприятии приняли участие представители власти, жители поселка, педагоги и учащиеся школы. Моя коллега Светлана Джиева с подробностями. Ровно год назад педагог Артизианской школы номер один Елена Сангаджиева предложила ученикам тогда еще 8 класса в целях увековечения памяти строителям железной дороги, построенной в период Великой Отечественной войны, создать и установить монумент. Ребята охотно приняли участие в проекте и начали работу со встреч с тружениками тыла, участников строительства железной дороги Кизляр-Астрахань. Я очень рад, я счастлив, что сегодня такое событие. Мы должны помнить о наших героях. У нами еще был проведен конкурс дизайнерских проектов. Параллельно в социальных сетях ребята создали аккаунт волонтерского отряда «Лига добра», где объявили о сборе средств на строительство монумента. Провели благотворительные акции, к сбору подключились и неравнодушные граждане села. Общими усилиями удалось воплотить проект «Жизнь». В этот день в адрес учащихся прозвучало немало слов благодарности, главное из которых было адресовано ребятам от главы республики Бату Хасикова. Заместитель председателя правительства республики на ранг УК, выступая с приветственным адресом, отметил, что благодаря ребятам и той работе, которую они проделали уже в ближайшее время, их школа будет внесена в федеральную программу по капитальному ремонту. Также был отмечен учащийся этой школы, который задал вопрос на прямую линию с главой региона по строительству футбольного поля в родном поселке. Хочется от имени главы республики Бату Хасикова сказать большое спасибо ребятам за эту инициативу. Более того, эта инициатива реализована. Это тот случай, когда между идеей и делом прошло короткое время, и мы видим уже, что ребята с их очень такой правильной идеей, они дошли до конца и собрали всех, собрали общественников, собрали администрацию СМО, привлекли администрацию района и поставили этот памятник. Глава республики отметил благодарностью руководителя волонтерского клуба, благодарностью отметил волонтерский клуб Лига Добра. И я думаю, что это и дальше будет развиваться, дальше приветствоваться. И глава республики, и правительство, и все министерства будут дальше поддерживать эти начинания. Дальше можно еще сказать, что наша Артезинская школа номер один, она построена в 1976 году, если не ошибаюсь, и принято решение уже в 2022 году включить ее в график капитального ремонта. Капитальный ремонт будет серьезный, с заменой системы отопления, с полами, с заменой кровли, с новым фасадом. То есть это будет практически полноценная новая школа. Это в рамках уже реализации программы модернизации школы по всей стране в период с 2022 по 2022 год. Всем ребятам, принимавшим активное участие в создании монумента, были вручены карточки добровольца. Как отметила заместитель министра спорта и молодежной политики республики Наталья Болдырева, на сегодняшний день в республике зарегистрировано более 16 тысяч добровольцев и 4 тысячи юно-армейцев. В этот день труд каждого, кто внес свой вклад в общее дело, был отмечен. От лица педагогического коллектива всем спонсорам были вручены дипломы, а учащиеся школы порадовали концертом. И зной, и стужу, и холодный ветер, и голод, все испытать вам довелось. В две сменные устали, не зная, вышли работать молча, не ропща. Слова «все для победы, все для фронта», для всех девизом стали в те годы. А вас, отружеников тыла, забыть страна не вправе никогда. Да, от поколения правнуков и внуков за славный подвиг, наш земной поклон. Перед началом открытия монумента священнослужитель Цикертинского хурула прочитал молитву. Затем, минутой молчания, все присутствующие почтили память тех, кто в непростое время, в нечеловеческих условиях, строил железную дорогу Астрахань-Кизляр. Моя Секровь, она вот 25-го года рождения, она вот железную дорогу строила. Тяжело, конечно, было, когда они строили, бомбили их, они как убегали. Ну, 18 лет ей тогда было, вот они прятались как. Мы очень рады, что все-таки не забыли наших родителей, дедушек, бабушек. Спасибо всем, волонтерам спасибо, что они такое замечательное дело сделали. Всем здоровьем, благополучия, мирного неба. Право открыть монумент предоставили почетным гостям и учащимся школы. Затем состоялось возложение цветов и посадка первого куста сирени. По инициативе учащихся в ближайшее время вокруг памятника будет высажена целая аллея из кустов сирени. Ну, а после завершения мероприятия заместитель председателя правительства на ранку Киев посетил школу, где в ближайшее время будет проведен капитальный ремонт, а также пообщался с учащимися. На сегодняшний день в поселке осталась единственная участница строительства железной дороги Анна Сактуева. 13-летняя девочка. Она наравне со взрослыми носила песок и таскала камни. По состоянию здоровья она не смогла присутствовать на торжественном открытии памятника. В знак благодарности учащиеся школы, учителя и представители власти навестили Анну Мучеряевну. Работу мы 10-15 человек земной. 50 километров дорог мы делали в Ланхолдский район. Потом нам еще дали 25 километров. И мы делали все свое. Красный дом нам дали. Ровно 80 лет прошло со дня издания приказа о начале строительства железной дороги Кизляр-Астрахань, которая имела важнейшее стратегическое значение для нашей страны. Дорогу строили около 20 тысяч человек из Калмыцкой АССР. Благодаря труду женщин, детей и стариков в кратчайшие сроки дорога была построена и сыграла важную роль в исходе Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны в целом. Светлана Аджива, Максим Мятежный, информационная программа День Республики.